Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, мы сегодня мы играем в криминалочку на серии Мазинка Реплей, первый серв, у них здесь Кирилл Путбуль, и так на серии вышло, точнее на всех сервах Мазинка вышло мини обновление, которое меня очень порадовало. Пацаны, я периодически буду ходить на паузу, потому что почему-то на телефоне у меня не открывается тот пост про это мини обновление, где все написано, я не знаю, с чем это связано, но у меня оно не открывается, ну, наверное, из-за того, что я живу в Украине, у меня просто там ошибку пишет, либо вообще не грузит, уже перепробовал три браузера на телефоне и почему-то нихрена не грузит, поэтому, что запомню, сейчас покажу, что не буду помнить, уже буду сворачивать игру и смотреть, короче. Итак, добавили мини обновление, оно связано с переносом и с маппингом в основном, вроде бы как и все, ну и кое-что добавили для ФСБ. Так, давайте поедем, вы, думаю, уже заметили, что вот изменился вот этот мост, который идет от Анашана вот так вот в Арзамас. Давайте посмотрим, куда он ведет, вроде бы переместили, теперь Рыжевск как бы не такой уже активный сделали, оттуда перенесли там фракции и так далее, все это я вам сегодня расскажу, попытаюсь точнее рассказать. Я взял X5 с нашей Фомы, если что, это не моя машина. Так, давайте доедем сейчас, видите, мост уже по-другому идет, как вы можете заметить, видите, все. Туда можно заехать еще через Горель, если что, мы это тоже посмотрим, как это все происходит. Ну так, видите, мост теперь вот такой вот, под наклоном на самом деле, ну, что, прикольно. Ну, теперь здесь, конечно, не погоняешь особо на Бэхе, потому что я очень люблю покататься, вечерком на Бэхе, там, музычку включить, там, бачком пораздавать, но здесь уже особо не пораздаваешь. Много сильно поворотов, как бы, но все равно это круто, что, блин, такие изменения тоже уже сделали. Теперь Рыжевск более такой будет, знаете, активный и оттуда перенесли вроде бы фракции, я не знаю точно, но теперь активный будет Арзамас, Горель там и так далее. А Рыжевск особо не будет активным. Ну и вот сюда мост, в принципе, выходит. Сейчас мы объедем с другой стороны, покажу вам еще один выезд, въезд, так сказать, как попасть с Рыжевской, либо в Рыжевск, через Арзамас, либо с Рыжевска в Арзамас. Сейчас я вам это все продемонстрирую. Так, вот стадион, получается, Арзамаса, и здесь вот такой вот въезд сделали. Блин, это очень круто, я когда на скриншотах увидел, мне это очень понравилось. Обновление добавили, ну, когда, на момент того, когда я снимаю, где-то часа два назад, я сразу, когда выложил обновление, я уже про него узнал, я мог записать видос, но я что-то подумал, запишу попозже и пошел, короче, гулять. Ну, я думаю, ничего страшного, если я немножко задержу видосчик, тем более, я думаю, все постели, тем более, обновление маленькое, видите, вот такой, короче, въезд сделали. Здесь же была, я помню, эта дорога, она была перекрыта, она была перекрыта, но теперь здесь можно спокойно передвигаться. Прям спокойненько, заебись, передвигаться в Рыжевск и с Рыжевска в Арзамас, либо с Арзамаса через Рыжевск в Канашану, короче. Я думаю, это круто. Так же, как писали, вроде бы как, добавили, короче, парковку, вот парковку, начертили вот такую вот, видите, на базе дальнобойщиков. Но я вам буду показывать, пацаны, подробные обзоры, я всегда делаю подробные обзоры на обновление, и поэтому вот, добавили такую парковочку для машин, чтобы парковались, но, видите, всем, видимо, фиолетово как-то и паркуются, как и раньше, короче, быстро пролетают, наверное, берут фуру и едут работать. Ну, а вот здесь сделали такую парковочку, можете так припарковать свою машину, там выйти и пойти спокойно работать, чтобы никому не мешать. Я думаю, это круто, потому что, ну, как, когда машины так стоят аккуратненько, это более лучше выглядит и, мне кажется, правильно. А когда так, блядь, раскиданная машина как попала, ну, это полная хуйня. Так, вот мы добрались уже до Рыжевска, до конца Рыжевска. Вот как этот мост, в принципе, видно с Рыжевска, именно, когда ехать, видишь. Мне нравится, на самом деле, прикольный мостик такой, прям по кайфу. И вот здесь сделали такой проезд, сгорели. Вот, можете сюда поворачивать. И вот здесь есть вот такая вот дорожка. Блин, ну, это круто, потому что сгорели постоянно, когда едешь, удобнее вот так проезжать постоянно. Как бы это круто. Этот маппинг еще был, пацаны, до обновления, если что. Ну, скорее всего, здесь будет ферма, как бы, по маппингу это и так понятно, я думаю. Сейчас я покажу вам самое классное, что мне понравилось в этом мини-обновлении. Прям то, чего реально хотелось и чего просили многие. Сейчас вы все поймете. Итак, пацаны, вот оно. Наконец-то убрали эти деревья. Просто, наконец-то убрали эти деревья. И, на самом деле, большое спасибо, нужно сказать, знаете, кому, кто завел за эту тему. Ну, кто старался, чтобы это сделали. Это Тимоха Домино. На его канале вы можете также найти видосик, где он об этом всем говорил. Где-то примерно, наверное, месяц назад. Ну, может, меньше. Он снял видосик по поводу этого, короче. Давайте здесь встанем, короче. По поводу этого я снял видосик, чтобы убрали деревья, потому что, понимаете, чуваки, у него слабый ПК. И у него дико лагает. У него просто 6 FPS там. И так далее. Я думаю, не он один такой. И было голосование. Я тоже участвовал в голосовании. Я просил вас голосовать. Думаю, кто смотрел там видосы, тот помнит. И большинство просто за то, чтобы убрали немножко деревьев, понимаете. Немножко всего лишь убрали. Но теперь, пацаны, выйдите и видите море. Блин, как же это охуенно. Если бы еще с этой стороны убрали деревья, было бы просто охуительно. Но теперь уже не так лагает, пацаны. Это очень круто, как по мне. Это реально очень круто. Видите, ну, то есть деревья, то нет. Молодцы. Реально молодцы, что хотя бы так сделали. Видите, они прерывисто так идут. Это круто. Это реально круто. Так что, кто там хочет посмотреть видос Тимохи, то заходите на мой канал. Я ссылочку оставлю в описании, если не забуду. Там можете видос посмотреть. Благодарим ему, можно сказать, убрали вот деревья. Часть деревьев, короче. Это реально очень круто. Это просто очень круто. Что часть деревьев все-таки убрали. Потому что, ну, их чересчур много. Я думаю, вы со мной сладитесь, что их очень, блять, много просто. Особенно в Батырево там и так далее. Если бы по всей карте убрали бы эти деревья. Ну, не все, понятное дело, не все деревья, чтобы убрали. Но большую их часть сделать так, как обычные кремлялки, только чуть-чуть побольше. И было бы просто идеально. А так эти деревья, постоянно вы об них разъебываетесь. Я на Бахе постоянно разъебываюсь. Когда боком иду, вот так по трассе, вот так боком иду здесь. Блять, как дерево зацеплю, сука, и пиздец просто в машине, понимаете. А так бы я бочком спокойно бы прошел. Даже в воду бы не улетел. Вот реально, вот это крутое обновление, что убрали эти деревья. Что еще добавили? По многочисленным просьбам, в ФСБ добавили возможность брать снайперку. Ну, а на этом, пацаны, все. Вот и все мини-обновления. Как бы, обновления часто выходят. Ну, стараются часто выпускать. Там, через каждую неделю стараются выпускать какое-то обновление. И это не может не радовать. Поэтому обязательно ставьте лайки, пацаны. Подписывайтесь на канал. Я жду обновления с интерьерами особняков. Вот реально жду. Ну, что ж, пацаны. Встретимся в следующих видосах. Видосы будут, пацаны. Идеи есть. Поэтому ставьте лайки. Давайте попробуем набрать по этой серии 100 лайков. Пишите, что вам понравилось в этом мини-обновлении. Что не понравилось. Ну, и можете писать то, чего я, возможно, забыл рассказать. Ну, короче, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok